Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Накануне завершились последние матчи 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Выездной поединок БЧ с Лидсельмашем получился сверхрезультативным. Хотя первый тайм выдался достаточно скромным в плане забитых мячей. К перерыву гости лидировали со счетом 1-2. В составе железнодорожников отличились Кусков и Можейка. А вот во второй половине зрители увидели настоящую россыпь голов. При этом явного лидера на паркете не наблюдалось. Преимущество попеременно переходило от одной команды к другой. Вратарям только и оставалось, что вынимать мячи из сетки. В итоге яркая и зрелищная игра завершилась ничью 5-5. Напомним, ранее свои поединки провели другие представители региона. В РЗ дома разгромил минскую команду охрана «Динамо» со счетом 5-0. А Светлогорск на выезде уступил дорожнику. В результате турнирная таблица после 17 сыгранных туров выглядит следующим образом. В РЗ с 38 очками расположился на четвертой строчке. Столько же у Литтельмаша и Витена, которые занимают вторую и третью позицию соответственно. Отставание от лидера столицы всего 2 балла. БЧ на седьмой строчке, а Светлогорск на 13-й. В Гомеле сегодня завершилось первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. На протяжении двух дней сильнейших выявляли во дворце легкой атлетики. В соревнованиях были представлены как районные, так и городские команды. В составе каждой по 4 человека. Общая численность атлетов достигла отметки в 400 участников. Свои умения и навыки они демонстрировали практически во всех дисциплинах легкой атлетики. Программа первенства была очень обширной. Прыжки в длину и в высоту. Прыжки с шестом, толкание ядра, бег на средние и длинные дистанции. Исключение составило только метание копья из-за невозможности организовать баталии в закрытом помещении. По итогам областных стартов будет сформирована команда из 26 лучших спортсменов, которая представит Гомельскую область на республиканских соревнованиях. Будем стараться, конечно, попадать в призовые места. Борьба будет сложная, но я думаю, наши ребята покажут свои лучшие результаты зимнего сезона. Я думаю, все будет хорошо. И о хоккее на этой неделе возобновляется чемпионат страны. Завтра Гомель проведет поединок с Динамо Молодечно, а Жлобинский Металлург помирится силами с Олигорским Шахтером. Обе дружины нашего региона проведут свои поединки в родных стенах. Стартовый свисток прозвучит в 7 часов вечера. В данный момент Гомель располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Металлург на шестой позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.